сколько раз за последние несколько лет я произнес выражение итальянское жанровое кино оба легенды жанрового кино итальянского жанрового кино но гибель итальянского жанрового кино параллельна жизни итальянского жанрового кино и в принципе представителей итальянского жанрового кино что что ничего с жанровым кино не произошло, я ухожу. Да, пожалуй, стоит поговорить о том, что это вообще такое, и почему мне так нравится копаться в бескрайнем море этого самого кино. В конце концов, ему в большей степени посвящен мой канал и мое свободное время. Раз и навсегда разбираемся с итальянским жанровым кино здесь и сейчас. Безусловно, у любого фильма есть какая-никакая жанровая принадлежность. Однако это не значит, что термин «жанровое кино» подходит к любой картине на свете. Жанровое кино – это противопоставление кино авторскому, в котором фактически нет штампов, а есть лишь личность автора, выглядывающая из-за каждого угла. А вот в жанровом кино обычно используются стандартные шаблоны и сюжетные ходы. Они-то и определяют жанр как таковой. Ходы эти есть и у вестерна, и у детектива, есть у фильма ужасов, есть даже у романтической комедии. Когда же мы говорим о жанровом кино Италии, мы должны держать в уме, что своего Голливуда, у страны проигравшей во Второй мировой, не было и, забегая вперед, не будет. То есть конвейер, конечно, появится, но это будет скорее подпольный цех на окраине, нежели город киношников в самом сердце страны. Итальянскому жанровому кино свойственны низкие бюджеты, порой совершенно топорная шаблонность и повторяемость сюжетных ходов. Но даже в таких условиях талантливейшие кинематографисты умудрялись делать очень интересные и подчас совершенно незаурядные работы. А началось все с двух ныне признанных мировой общественностью мэтров Марио Бавы и Серджа Леоне. Если вам кажется, что ставить их в один ряд преступления против Серджа, то вам только кажется. Бава сделал для жанра джала, возможно, даже больше, чем Леона для вестерна. Просто и жанр менее востребованный международной аудиторией. Но давайте обо всем по порядку. Серджа Леоне создал спагетти-вестерн. В конечном счете именно на нем замкнулось поколение главных творцов итальянского авторского кинематографа. Он был одноклассником Эннио Морриконе, написавшего половину всех любимых нами саундтреков. Он сделал из неизвестного американского актера Клинта Иствуда звезду на все времена. Он дал работу молодым сценаристам Дарио Арджента и Бернардо Бертолуччи. Они работали над сценарием к фильму «Однажды на Диком Западе», главную женскую роль в котором играла великолепная Клаудия Кардинале. Леоне умудрился взять за основу сценарий телохранителя Акиры Курасавы. Сделать американский фильм в большей степени для итальянского зрителя. А Италия – это страна с богатейшей культурой, так что долларовая трилогия стала не столько боевиком с ковбоями, сколько философской притчей. И это повлияло на весь жанр спагетти вестернов. Вы не встретите во всем многообразии их, пустого, бессодержательного фильма. Хотя, конечно, таланта многим режиссерам не доставало. Даже мой любимый Лючио Фульчи приобщился к этой истории, сняв собственный вестерн с Франка Нера в главной роли – «Время резни». С тем самым Франка, если что, который ныне пытается реанимировать карьеру Кевина Спейси. «По-твоему, я эгоист? Иди ты нафиг! Я дам сдачу, врежу крепко. По-твоему, у меня раздутый эго? Два раза иди нафиг!» Таким образом можно заключить, что годом рождения спагетти вестернов стал 1964-й, когда вышла картина «За пригоршню долларов». В 60-е и 70-е жанр активно развивался и не сходил с первой полосы. Нереалистичные, почти сказочные фильмы заставляли иначе взглянуть не только на историю, но и на саму человеческую природу. Помимо Леоны, в этом жанре проявили себя такие режиссеры, как Серджио Карбуччо, снявший легендарный фильм «Джанго» с тем же Франка Нера, Тонино Валери, или Валери, плотно работавший с Леоной и Мариконе, Джулио Петроне, Серджио Салима и многие другие. Но пока люди, которых в основном звали Серджио, штурмовали вестерные реки и берега из спагетти, жанровое кино развивалось, так сказать, вширь. И вот настало время поговорить о Джало. Марио Бавве успел поработать со знаменитым Роберто Расселлини еще до войны. А потом с Рикардо Фредо, за которым Марио приходилось доснимать целые фильмы. Это без указания его в титрах. В итоге в руки Бавве отдали съемки классического хоррора в стиле фильмов ужасов Universal. И он снял великолепную готическую картину «Маска сатаны», в которой важнейшую роль сыграла прекрасная актриса, одна из мус Феллини, Барбара Стилл. Она и правда прекрасна в любой роли. Ее инопланетная внешность и огромные глаза могут украсить любую картину, а уж дебютную картину молодого, подающего надежды режиссера, тем паче. Это 1960 год. Чтобы вам была ясна хронология. То есть еще до спагетти-вестернов Серджи Леоне. Опробовав свои силы в классическом хорроре, Бавва решил удариться в хичкоковские дебри. Чтобы по-итальянски обыграть чисто американские триллеры, он воспользовался историческим наследием, а именно уже устаревшими на тот момент бульварными романами, некогда издававшимися под желтыми обложками, отсюда и название жанра. Это довольно убогие криминальные истории, но Бавва превратил их в концепт нового жанра, который получит название Джало. Справедливости ради экранизировали некоторые самые удачные романы серии и раньше, но Бавва предложил определенную эстетику и темп повествования, и они оказались крайне привлекательными для зрителя. Первым Джало в истории является фильм «Девушка, которая слишком много знала» 1963 года. Чуть позже, в 64-м, появится картина «Шесть женщин для убийцы». По этим лекалам итальянцы десятки лет будут снимать такие криминальные, а точнее маньячные истории, и сам Марио Бавва еще не раз к ним вернется. К слову, интересный факт из Википедии. Именно Марио Бавву Дину де Лаурентис приглашал ставить Кинг-Конга. Да верно и хорошо, что Бавва отказался, вы же помните, как выглядела его планета вампиров. Нет, Марио Бавва – это режиссер камерных фильмов. Любой масштаб ему не к лицу, как в общем и Хичкоку, коим Марио явно вдохновлялся. Что же такое Джало? Джало – это простой сюжет, в основе которого куча напряженных, но весьма предсказуемых моментов. Неожиданный поворот сюжета в конце, в момент раскрытия личности убийцы. Жесткие жанровые особенности и клише. А еще это очень красивые женщины, легкий, иногда даже слишком живой и мажорный саундтрек, интерес к насилию на экране и полное отсутствие морали. Это не детектив, ибо никакой дедукции вы тут не встретите. Не боевик, ибо преступник всегда до самого финала побеждает. Да и криминалом это не назвать. Это биографии выдуманных убийц и маньяков, снятые сочно и задорно. Эти фильмы не пугают, но однозначно держат в напряжении добрые полтора часа. Перечислить всех, кто работал в жанре Джало, невозможно. Однако важными творцами однозначно являются сам Марио Бава, Дарио Ардженто, снявший животную трилогию, Серджо Пасторе, Франческо Борилли. Свою Джало трилогию снял и Лючио Фульчи. Подробнее о ней вы можете посмотреть, сами знаете где. Но ссылку в описании я все же оставлю. Жанр Джало, прекрасный своим нонконформизмом и наивностью, худо-бедно дотянет до 90-х годов. Его фирменный стиль, длинные напряженные сцены, пролеты по локациям, скрывающиеся в темноте супостаты, моментально растворяющиеся в воздухе при попытке их поймать, изобретательные сцены насилия, все это пересечет и в другие, более жестокие жанры итальянского кино. К слову, существовал еще один сходный жанр. Я сейчас попытаюсь прочитать его название. Полицьё Тески. В центре внимания этого жанра находится именно криминал, бандитские разборки и, конечно, деньги. Ярчайшим творцом в жанре можно назвать Умберто Ленце. Впрочем, он много где засветился и много чего снял. Главными картинами принято считать «Отдел исполнения наказаний» Стено, картины Ленце «Почти человек» и «Рим полный насилия», а также его духовного наследника, картину «Насилие в Неаполе». В жанре работал также Марино Джиролами, о котором мы еще вспомним чуть позже. В каком-то смысле, в отличие от эстетически выверенных Джала, полицатески представляют собой именно хардкорные и криминальные картины с уклоном в новостную эстетику. Тем, кто хоть раз включал канал НТВ в России, думаю, все понятно без дальнейших объяснений. Бонжорно! Бонжорно! Меня, конечно, просто подмывает сразу перейти к итальянскому хоррору, но сегодня мы изменим традиции. Фильмы ужасов мы с вами сразу же разобьем на поджанры, чтобы нам проще было вообразить себе все многообразие флоры и фауны итальянского кино 70-х-80-х годов. Если в 60-х стартовали в небеса спагетти вестерны и джалла, то в 70-е эти жанры сами по себе начали распадаться на малые поджанры, наследующие от родителей клише, но специализирующиеся на каких-то очень конкретных темах или сюжетах. Так в начале 70-х экраны кинотеатров захватывают фильмы о каннибалах. Как ни странно, именно они были предтечами тех же пожирателей плоти Фульчи, потому что в список жанровых штампов в данном случае входит вполне определенное место действия экваториальные леса, джунгли и южные острова. Находящиеся на отдалении от цивилизации пространства обживают отнюдь недобрые местные племена, которые так или иначе не против полакомиться белокожей человечиной. В 1972 году выходит фильмом Берта Ленци «Человек с глубокой реки». Он считается первой картиной в жанре каннибалико и тем самым фильмом, который запустил каннибаломанию в Италии и в мире. Самым известным и пугающим представителем жанра является, безусловно, ад каннибалов Руджеро Деодато. Этот фильм запрещали чуть ли не во всех странах мира. Его авторов считали сумасшедшими садистами, а за реальные убийства животных в кадре фильм возненавидели зеленые. Следом за Ленци и Деодато пошли многие режиссеры. Прежде всего, менее знаменитые, но куда более плодовитые. Свои версии людоедских приключений сняли Серджио Мартино, Антонио Маргарити. Кстати, этот фильм назывался «Апокалипсис каннибалов». А засранец Джо Дамата вообще умудрился снять картину Эммануэля Каннибалы. Вполне в его духе, конечно, он потом этот успех закрепит еще фильмом «Эротические ночи живых мертвецов». Нельзя не упомянуть еще один трудный жанр примерно того же времени. «Мондо» или околодокументальные, стрёмные фильмы на тему смерти и всяких извращений. Они возникли в начале 60-х с выходом фильма «Собачий мир» Гуальтиеру Якупетти. «Мондо» была свойственна сериальность. «Собачий мир» в итоге превратился в пентологию. Братья Анджело и Альфредо Кастильони сняли свой сериал про Африку. Первый фильм был снят в 1969-м и носил название «Таинственная Африка», а последний, пятый, «Ужасающая Африка» 1982 года. В 1977 году свое «Мондо» реализовал и Бруно Маттеи при содействии того же Джо Дамата. Цивильное название этого фильма звучит как «Мондо Эротико». В общем, это довольно странное явление, приведшее к появлению легендарных ликов смерти, распространявшихся на кассетах в 90-е, меж теми, кто хотел пощекотать себе нервы ужасами непридуманными. Мы уже дважды упомянули Джо Дамата, и без него наш обзор поджанров был бы неполным. Дело в том, что этот сверхплодовитый и совершенно лишенный стеснения и, как говорят, совести режиссер, успел поработать во всех эксплуатационных жанрах, пока не окончил свой творческий путь в кино для взрослых. По его фильмографии отследить эволюцию жанрового кино проще всего. В 1972 году он снимает три спагетти вестерна. В 1973-м Джалла смертью улыбается убийце и начинает ползти в сторону классического фильма ужасов. В 1975-м садится на поезд под названием фильмы об Эммануэль. Он их наснимал до черта, в том числе и Черную Эммануэль. В 1977-м вместе с Бруно Маттеи делает эротическое Мондо. В 1980-м снимает Антропофагуса. Многие считают картину лучшей в его послужном списке. В 1981-м, через два года после выхода Ада Каннибалов или в оригинале Кэннибал Холокост, Джо Дамата снимает Порно-Холокост. Пересказывать суть картины я не буду, сами догадаетесь. Но интересно другое. В начале 80-х Италию захлёстывает волна фантастического кино и Джо кидается туда. В 1982-м он снимает 20-20 гладиаторы будущего. В 1984-м, кстати, выходит картина Воины 2072 от Лючо Фульчи, тоже про гладиаторов будущего. Дешёвая фантастика она такая. В те же годы Джо Дамата работает над своей фэнтези-серией про непобедимого Атора. Фульчи же в 1983-м году снимает фэнтези-завоевания. Я провожу эти параллели не потому, что считаю, что кто-то у кого-то что-то спёр, а потому, что хочу показать очевидное. Начало 80-х было освещено сиянием сперва научной фантастики и постапокалиптики, а потом и фэнтези. И куда нам скрыться от вездесущих зомби? Подробно о зомби-муви в Италии я говорил в том же ролике про Фульчи, так что вот лишь несколько штрихов к портрету поджанра. Зомби-бум начался с выходом на экраны Италии второй части серии Джорджа Ромеро, над которой частично работал Дарио Арджента. И тут перед нами предстаёт парад характеров. Фульчи снимает Пожирателей Плоти А.К.А. Зомби-2 в 79-м году. Ленце снимает свой город зомби. Бруно Маттеи подкидывает малобюджетных поленьев в огонь своим адом живых мертвецов. Ламберто Бава, сын Марио и будущий постановщик сказочной Фантагеро или Пещеры Золотой Розы, любимый, кстати, в России, снимает демонов рука об руку Сарджента. Очень плодовитый, но совершенно нам неизвестный Марино Джиролами снимает Остров Зомби. В общем, их тьмы и тьмы и тьмы. Итальянские зомби-муви плоть от плоти Джалла и Каннибалико. Тут и эстетика разложения, и долгие планы, нагнетание даже не саспенса, а отчаяния, блеклые цвета, запоминающаяся музыка, обычно, правда, один трек на фильм, и всё такое. Ну и, конечно, реалистичное зомби-кусание в комплекте. К сожалению, обзорное видео невозможно растянуть так, чтобы включить в него всё многообразие итальянского жанрового кино. Можно было бы вспомнить и военные фильмы, среди которых были как романтические комедии, так и почти детективы. И пеплумы. Можно было бы вспомнить огромное количество мокбастеров, в которых особенно проявил себя Бруно Маттеи на пару с продюсером Клаудио Фрагаса. Джо Даматтена снимал дохрена с эксплотейшенов разной степени паршивости, о которых тоже можно было бы поговорить, но всё это мы оставим на отдельные эпизоды нашей информационной программы. А вот о том, как всё это дело закончилось, стоит поговорить прямо сейчас. Причины падения итальянского жанрового кино изны. Глобализация, экономическая ситуация в стране и в отрасли, постепенный уход зрителей из кинотеатра на диван в собственной гостиной, в которой, конечно же, стоит телевизор с метровой диагональю. Каждый режиссёр переживал это по-своему, а кто-то, в общем, и не пережил. В конце 80-х неожиданно оказалось, что никаких чистых жанров-поджанров не осталось в помине. Все начали работать кто во что гораст. Арджента ушёл в продюсирование. Ламберто Бава всё пытался снять лучшую часть демонов, а потом плюнул и переместился на телевидение. Его отец Марио не дожил, умер в 80-м году. Уже сильно больной и одинокий Лючио Фульчи, пережив катастрофу, связанную с Зомби-3, попытался вернуться к классическим джалло и хоррорам, но не слишком в этом преуспел. Бруно Маттеи, доснявший за маэстро многострадальных Зомби-3, смог более-менее удачно, хоть и на совсем короткий промежуток времени, встроиться в волну директ-то-видеокино, выпуская фильмы с ворованными сценарными ходами и подчас чужими кадрами. Умберто Ленци в конце 80-х вернулся к криминалу, хотя и попытался в 91-м продолжить Демонов Бавы своим фильмом «Черные демоны». Доживал Умберто, публикуя собственные детективные романы, благо у него их было немало. О ком мы еще сегодня успели поговорить? Конечно, Джо Дамата. Ну, тут все понятно, он перешел к контенту 18+, и почти полностью сконцентрировался на нем, хотя по всеобщему признанию имел все возможности занять важную нишу в жанровом кинематографе конца 80-х, начала 90-х. Только это была бы работа за идею, а не за звонкую монету. И тут Дамата грех упрекать, перед глазами в конце концов был Фульчи, оказавшийся на грани нищеты. Один из отцов каннибальского жанра Руджеро Деодато в 87-м опоздал на целую вечность, сунулся с фэнтези-фильмом «Варвары», потом снял Джалла «Призрак смерти» и отправился снимать драматический сериал «Океан». И только Дарио Ардженто так ни на что и не переключился. Меня не покидает ощущение, что он просто не понял, что происходит. В начале 90-х он сперва пытался вытащить из апатии нищеты Фульчи, потом пропихнул своего ставленника Микеле Саави поближе к станку, а потом наблюдал со стороны, как Деламорто Деламоре одним изящным мановением пера превращает весь этот каменный замок жанрового кино в маленький стеклянный шар, обитатели которого думают, что они что-то значат в этом огромном и жестоком мире. И в нулевые запал закончился даже у него. Италия полностью синхронизировалась с европейской системой кинопроизводства, перестав быть феноменом, я бы сказал, планетарного масштаба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok